Привет, друзья! Мы продолжаем наш жанр спецрепа. Сегодня Дмитрий Сошин отправился в Калининград, где суд присяжных, о чудо, вынес оправдательный приговор. По очень громкому делу главврач Елена Белая и доктор-неонатолог Элина Сушкевич обвинялись в том, что они убили новорожденного младенца, введя ему смертельную дозу сульфата магния, для того, чтобы не ухудшать отчётность в своей клинике. Эта история произошла два года назад. Всё это время за обвиняемых врачей громко вступалось в профессиональное сообщество. От Леонида Рошаля до рядовых докторов и врачей в разных российских регионах. Они писали петиции, выходили на пикеты, записывали видеообращения. И, как я думаю, не в последнюю, а возможно и в первую очередь благодаря этой общественной кампании мы видим тот приговор, который видим. Но как вообще такое обвинение стало возможным? И есть ли хоть какая-то фактологическая часть за теми обвинениями, которые были предъявлены следствием? Дмитрий Сошин поговорил не только с самой Еленой Сушкевич, не только с самой Еленой Белой, не только с группой их поддержки, но и с матерью погибшего ребёнка, а также с теми, кто до сих пор считает, что врачи были виноваты? Что общего между покупкой в онлайн-магазине, подпиской на стриминговый сервис и бронированием авиабилетов? Во всех трёх случаях мы вводим данные своей карты. Три цифры на обратной стороне. Платить онлайн стало намного проще, чем прикладывать карту к терминалу и уж тем более доставать наличку. И мы так быстро к этому привыкли, что уже даже не задумываемся, как это работает. А ведь в основе интернет-эквайринга – технологии, позволяющие платить онлайн – всё те же реальные банки. И если вы, например, предприниматель и хотите перевести свой бизнес на интернет-платежи, то для начала нужно определиться с банком, который всё это организует. Тинькофф-оплата – удобный сервис для приёма онлайн-платежей через сайт, приложения, социальные сети и мессенджеры. Сервис поддерживает оплату российскими и иностранными картами, а также Apple и Google Pay. При этом Тинькофф учитывает специфику работы разного бизнеса и предлагает готовые решения для разных отраслей – маркетплейсов, туроператоров, ЖКХ, брокеров, ломбардов и других. А если вы владеете крупным бизнесом, то Тинькофф разработает вариант для решения ваших индивидуальных потребностей. И что самое крутое – ваш счёт может быть открыт в любом банке. Прямо сейчас Тинькофф-оплатой пользуются больше 200 тысяч предпринимателей. Среди них крупные российские и международные компании, которые мы все хорошо знаем. Сервис входит в топ-5 крупнейших эквайров России и развивается при поддержке Мастеркард. Переходите по ссылке в описании, чтобы детально ознакомиться с сервисом «Тинькофф-оплата» и оставить заявку для своего бизнеса. Которые там, которые поддерживали до конца, которые не сомневались, не поменяли свой приз. Это была колоссальная нагрузка. Елена Валерьевна, сотрудник противопределения. В отношении вас возбуждено уголовное дело по факту смерти новорожденного, дальнейшего переписывания медицинских карт. Женщину, которой надевают наручники, зовут Елена Белая. Она исполняла обязанности главврача роддома номер 4 в Калининграде. Через несколько месяцев оперативники пришли за Элиной Сушкевич – врачом-реаниматологом регионального перинатального центра. Белая и Сушкевич стали главными фигурантами дела калининградских врачей. Вся эта история началась в роддоме номер 4 по улице Чайковского. 6 ноября 2018 года в стенах этого роддома молодая узбечка Замирахон Ахмедова родила мальчика весом всего 715 грамм. После этого младенца сразу поместили в палату интенсивной терапии. Я родила, сказали мальчику, он живой, да, живой, но у меня состояние, чтобы это… у тебя прежде временем не род, и поэтому этому мальчику в состоянии плохо сказали, но он живой, сказали. И они сказали, что поставят на специальный лаком для таких мальчишей. И отвезли, мне дали успокоительный, я спала там. Утром я к дежурной врачу приходила, я спросила, как там с ребенком все хорошо, он живой. Они говорили, да, живой, но состояние то же самое. Я пришла на работу без 29. Заведующее отделение новорожденных, Косарева Татьяна Николаевна, доложила, что в палате интенсивной терапии находится глубоко недоношенный 700-граммовый новорожденный Ахмедов, находится в крайне тяжелом состоянии и с нестабильной гемодинамикой. Состояние новорожденного не улучшалось. К нему было решено вызвать бригаду специалистов из регионального перинатального центра во главе с реаниматологом Элиной Сушкевичей. Мы приехали настолько быстро, и машина не стояла, что даже по ГЛОНАССу возле 4-го роддома не было остановки. Меня встретила Татьяна Николаевна. Косарева. Которая стала позже главным свидетелем обвинения. Да. Сказала, что ребенок такой родился ночью, 23-24 недели, воды отошли. Мы поднялись на второй этаж, я посмотрела ребенка, и тут, конечно, начались все наши нестыковки, которые со свидетелем. Потому что ребенок, это было… Я говорю, у меня не было просто слов. Я на него смотрю, он бледный, ну, то есть это бросается в глаза, когда ребенок, у детей гемоглобин, ну, то есть, гемоглобин знают все, что такое, 200, он розовый должен быть, 180-200 в норме, а он бледный. То есть достаточно вот этого, только холодный и бледный, это уже все плохо. Дальше я спрашиваю доктора, какое давление… А, я даже не про давление спрашиваю. Допамин капается – это препарат, который повышает давление. Она говорит, нет. Я говорю, меряйте давление. Давление не то, что не мерилось, даже ни у кого мысли не возникло его померить. В то время, когда я пришла на работу, я видела, что бригада уже работает. То есть, Элина была в палате, оказывала реанимационную помощь. Я тогда не знала, это вот, это белое. Просто один медперсонал приходит и объясняет, как там состояние ребенка. Я так принимала ей. У тебя с ребенком плохо состояние, я тебе покажу ребенка. Я стояла и побегала за ней, чтобы увидеть ребенка. Она за коридором меня отвезла туда, где там мальчик, ребенок держала. Но, походу, она говорила, что у нее состояние плохо, что это… Ну, в дальнейшем он не будет жить. Если будет жить, то это… Остается инвалидом. Все ходят, все что-то спрашивают. Почему Элина Валерьевна всех выгоняла? Потому что это было невозможно. Я всегда говорю, начинается паломничество. Потому что каждый мимо проходящий считает долгом зайти и спросить, ну как? После анализов, после набранного лечения, которое не помогает, я вижу, что низкое давление и препараты, которые я назначаю, они не дают никакого эффекта. То есть я понимаю, что ребенку ничего не помогает, и я не могу ничего сделать. И он просто умирает. То есть, грубо говоря, с начала реанимационных процедур ребенок постепенно стал впадать, назовем так это, в некой пике, из которого вы уже, к сожалению, его не могли вывезти. Да, как я поясняла на судебном заседании, это просто ты бежишь за поездом, который уже уехал. Ты вот пытаешься, что там, чемодан успел закинуть, еще что-то успел закинуть, а сам не успел. И все мои действия, которые мы делали, мы просто не успевали. Опять же, потому что нас очень поздно позвали. У вас сейчас есть ответ или понимание того, от чего умер этот мальчик? Да. По заключению патанатома Чемизовой, которая производила вскрытие в Калининграде, ребенок умер от дистресс-синдрома плода и синдрома гиалиновых мембран. Но на тот момент конкретно произошла остановка сердца на фоне хронической сердечно-сосудистой недостаточности. Я считаю, что все причины, которые у недоношенного были, помимо того, что те, которые, естественно, вызваны самой недоношенностью, это не зрелость у легких, это его просто... Просто организм не готов еще к существованию. У него были и те осложнения, которые могли и не быть. Это кровотечение, которого можно было избежать, и лечение низкого давления, которое просто... Если его не мерилось, естественно, ему не назначалось лечение. Существуют разные версии того, что происходило в роддоме в эти драматические утренние часы. Обвинение настаивает на том, что Елена Белая организовала убийство младенца для того, чтобы не портить статистику роддома. Ну, как бы подстроить дело таким образом, что мальчик был мертворожден. И для этого якобы она дала указание врачу-реаниматологу Иллине Сушкевич ввести младенцу смертельную дозу сульфата магния. Белая и Сушкевич уверяют, что до последнего пытались спасти жизнь младенца. Следствие настаивает на том, что вы дали указание Сушкевич ввести дозу, как они говорят, смертельную дозу сульфата магния. Вы давали такое указание? Нет, это ложь. Мы об этом говорили на протяжении длительного времени. Эта версия появилась через полгода после моего задержания. Вы не вводили мальчику сульфат магния в той дозе, о которой говорила Виння? Вообще ни в какой дозе. Мы этот препарат не используем, потому что магния сульфат это препарат, который при реанимации и у детей в таком состоянии не используется. Да, всё правильно в экспертизе написано, что не по показаниям, но он не вводился. Не было ситуации, при которой он бы понадобился мне. У вас вообще была возможность увидеть своего сына? Вы его видели хоть какое-то время? Только там, когда Белая провозила, только тогда видела. После того я не видела. Коль несколько минут. Да. Как вы его назвали? Вы ему имя придумали? Алаберт. По-русски? Богдан. 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 Как-то Богдан. Данный Богом. Да. В деле Белый и Сушкевич было аж три экспертиза. Первая её провели по горячим следам. Здесь, в Калининграде, фактически сняла вопрос о вине врачей. Вторая её провели почти через полгода после первой, при участии внештатного неонатолога Минздрава Дмитрия Иванова, выявила повышенное содержание магнезия в теле ребёнка. Сторона обвинения как раз использовала результаты этой второй экспертизы. То есть, когда уже была вторая, когда я прочитала её выводы, я была убеждена в виновности их. Но потому что у маленького ребёнка не может быть столько магния в организме. Ну, никак. Делом калининградских врачей занимался Следственный комитет России. Его глава Александр Бастрекин в ответ на критику говорил о том, что доказательств вины врачей достаточно. И так считают не только следователи. Так как я обладаю материалами уголовного дела и экспертизой, я с полной ответственностью мог сказать, что доказательств того, что этого ребёнка реально убили, там более чем достаточно. Более того, саму экспертизу до сих пор никто по существу не опроверг, кроме болтовни защитников Сушкевич. Пути поступления магния может быть самой разнообразной. Но первое – это через рот. Это понятно, опять с пищей и водой. Если магния в организме мало, назначаются или же витамины, или биологические добавки, или какие-то препараты, содержащие магния. Есть формы инъекционные, то есть есть препараты для введения внутримышечные, ну и в том числе и внутривенно. Но когда мы будем говорить о магнии именно у маленького ребёнка, он к маленькому ребёнку попадает ещё одним способом. Ещё одним путём – это через плаценту. Эксперты плаценту не исследовали. Более того, они сочли, что она непригодна для исследования по каким-то причинам. И это, конечно, очень жалко, потому что концентрация магния в плаценте могла бы подсказать и дать ответы на многие вопросы. Более того, я уже говорила о том, что там попало ещё увеличение двух элементов – это железо и цинка. Об этом как-то очень скромно умолчали наши эксперты обвинения. А ведь это тоже имеет очень большое значение. Одна из важных составляющих этого дела – это аудиозапись разговора, который состоялся в кабинете Елены Белой. Та распекает своих подчинённых. Но объективно говоря, из этого разговора на повышенных тонах непонятно, давала ли Елена Белая указание убить ребёнка. Вы делаете вализа и подставляете все, включая главного университета на обшире гинеколога. Поэтому садитесь и переписываем историю. И делаем антенаталы. И не дай бог ещё раз, какое вы сделаете без меня, без моего ведома. Как я женщине скажу? Женщине будет скажу, что он живой, и он какая-то... А зачем вы это сказали? Зачем вы женщине сказали, что он живой? Что-то он у вас был вообще никакой. Почему вы не доложили заведующей? Неоднократно мне об этом говорили. Если вы верите, идите и верите в центр. Катерина Александровна, вы педиатр. И должны мы их вставать врач, прежде всего. Какую помощь вы вызвали на себя в 4.30, когда он у вас родился, или вы поставили 3 часа в известность РПЦ, что вы обожжёте такого ребёнка. Вы вызвали на себя народы РПЦ. Вы почему через 2 часа вызвали на себя и не поставили в известность? Вот идите, раздавайте с женщиной, вместе с Татьяной Левовной. Татьяна Николаевна, как хотите, так объясняйте. Сказано, чтобы умершим такого ребёнка не было. Как хотите, так и делайте. Почему вы мне не поставили меня в известность в очередной раз? И меня подставили в очередной раз. И всех руководителей, включая Дамиздрава, Дамиздрава, Дуничева и Дарсиев, что Т-4, дурдом опять тупили. Что там происходило? За что вы отчитывали своих коллег? Вы можете объяснить? Могу объяснить за то, что такая женщина группы высокого риска находилась в учреждении второго уровня. Если доктора берут на себя такую ответственность и госпитализируют её в наше учреждение, это обговаривалось. Но, к сожалению, устно до этого многократно, когда такие женщины поступали, вызывать на себя бригаду высококвалифицированных специалистов. Хотя бы для того, чтобы проконтролировать хотя бы наши действия. Поскольку всё равно обученный специалист, реаниматолог, не анатолог был только один. В тот день, в том дежурстве он не участвовал, не дежурил. Поэтому удивительно, что доктора взяли на себя такую смелость принимать роду такой сложной женщины. Знаменитый разговор в кабинете Белой. Действительно, его использовало обвинение как доказательство того, что Белая вам указала на то, что вводи, мол, сульфат магния. И как вы убиваете детей, вы говорите, что сульфат магния. Объясните, на самом деле, о чём шла речь? Речь шла о том, что Елена Валерьевна спросила о состоянии ребёнка. Я говорю, или выживет инвалид, или умрёт. Тут вариантов нет, потому что в таком состоянии не будет хорошего прогноза. И она спросила, что вы делаете с такими детьми? В перинатальном центре. Я поняла вопрос её, что вы делаете с таким детьми, чтобы не было таких детей, таких тяжёлых. То есть как вы хотите им как можно помочь? Да. Я ей говорю, мы вводим магнезию. Но я имела в виду, что женщина, когда поступает, с угрозой преждевременных родов, ей капается магнезия в родзале. В родзале или в предродовой, где она лежит. На самом деле, прослушав эту аудиозапись, мы видим, что никакого приказа прямого совершить именно пойти и совершить убийство ребёнка там нет. Но если отвлечься сейчас от тематики убийств, вы просто послушайте, как она общается со своими подчинёнными. В каком тоне, в каких выражениях и какими словами. Каждый раз у вас одно и то же – саталиказмами, с энцефалопатиями, со всем остальным. Не ставите вы звено, с ней вызываете. А когда вызываете, люди вам говорят «Антонатал! Антонатал!» Они уезжают, а вы визжите живой или не мируете его. Этот разговор записала подчинённая Елены Белой – Татьяна Косарева. Она стала главным свидетелем обвинения. Косарева не общается с журналистами. – Мотивы? То, что она хотела улучшить статистику, то, что она хотела, будучи ИО, главврача, стать главврачом, как для опытного юриста, они для вас работают? – Да. Я вам больше скажу, что после возбуждения этого дела, во-первых, статистика смертности именно неонатальной, то есть рождённых живыми и умерших детей в Калининграде, возросла и в перинатальном центре, и в четвёртом роддоме. И, насколько я знаю, у них теперь как бы по-другому. У них теперь ананаталов стало меньше, но больше стало неонаталов. – То есть объясните это попроще? – Ананатал – это ребёнок, который умер в утробе матери. То есть то, что они хотели сделать с живорождённым Ахметовым и переделать документы на ананатал, он бы прошёл по статистике умерший в утробе матери. А неонатал – это ребёнок, который родился, живой, какое-то время жил и умер. Так вот, на сегодняшний день у них после этого дела статистика поменялась. У них теперь нет практически ананаталов, и выросло количество неонаталов. Их немного. Я не могу сказать, что прям за область, но это имеет место быть. В четвёртом родильном доме со статистикой было всё в порядке. Может быть, за счёт того, что большой процент или практически все преждевременные роды ушли в перинатальный центр. И в 2017 году был только один умерший новорожденный и то от инфекционной патологии. В 2018 году был один умерший – Ахмедов, и 18 мертвых рождений. То есть положительная динамика была налицо. Вообще статистическая информация на сегодня в медицинских организациях – это довольно серьёзный ресурс. За статистические данные очень часто наказывают руководителей здравоохранения. Поэтому, естественно, за это жёстко требуют. Основная группа поддержки Элины Сушкевич – это мама её маленьких пациентов. Два года тому назад она помогла спасти Давида, сына Юлии Фисенко. Насколько я понимаю, Элина Сушкевич – это женщина, благодаря которой остался на этом свете Давид, благодаря которой он выжил. Да, всё верно. Давид родился намного раньше срока. Это была серединка 28-й недели. Вес его был 950 грамм, рост 35 сантиметров. То есть ребёнок был нежнеспособен вне организма матери. Это нужно было обязательно ИВЛ, поддерживающие препараты. Элина выхаживала его на протяжении трёх недель в реанимации. Они боролись, как могли. Доктора, Элина была среди них, и она от него не отходила, она присутствовала. Это было видно, что человек заинтересован в каждом ребёнке, чтобы выходить и отдать всё, что она могла. Она всё отдавала детям, которые были в этом отделении реанимации. Вы верите в то, что она могла бы убить новорожденного? Нет, я даже вот то, что не верю. Всё моё существо этому сопротивляется. В принципе, даже мысли этой. Когда я узнала, что вот это произошло, её арестовали в июле, я неделю просто ревела. Вот просто ревела, потому что для меня было непонятно, как можно такого человека обвинить в таком чудовищном преступлении. Что вы думаете по поводу этого дела? Честно сказать, очень сложно. Что я думаю? Я думаю, дело сфабриковано. Я за наших калининградских врачей. Я за них полностью. И я думаю, что, возможно, может быть была какая-то врачебная ошибка, но она была неумышленна. Какая у вас неделя уже? Сороковая неделя. Мы уже готовы. И в любом случае пойдём в четвёртый роддом. И наслышаны о нём только положительные отзывы на самом деле. Но вы смелые. То есть после того шума, который поднялся, вы не... Абсолютно не пугает. Врачи там все хорошие, на самом деле. При любом приговоре всё равно они виноваты. Отчасти или напрямую виноваты. И они должны понести какое-то наказание. Калининградские журналисты уже два года погружены в это дело. А ближе к оглашению вердикта сюда подтянулись и московские съёмочные группы. И все говорят об одном и том же. Чем больше изучаешь это дело, тем сложнее в нём разобраться. Что самое показательное, что самое громкое в этом процессе, как вы думаете? Ну, на мой взгляд, это, во-первых, статья, по которой предъявлено обвинение. Это не халатность, это не оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Это именно 105-е. Это убийство. Ещё и в сговоре. Вот здесь, наверное, самое страшное и кроется, и самое поразительное, и самое неприятное для самих медиков, и пугающее для пациентов. Для многих и наших зрителей, и для людей, читающих материалы СМИ, само название «Дело врачей» апеллирует к прошлому, к сталинскому прошлому. Ну, да-да-да, к этому делу. Вас это как-то… То есть, вот как вы к этому относитесь? Здесь есть какая-то связь, нет какой-то связи? Ну, насколько я знаю историю, там совсем не по таким причинам было возбуждено дело. В отсутствии трупов. Просто… А здесь реальный труп ребёнка, он имел место быть, он есть. Реально переделанные документы, это вы слышали сейчас в судебном заседании, они тоже есть. А зачем тогда всё это нужно было делать врачам? Правда ли, что в историю родов Ахмедовой постфактум уже были внесены изменения? Было вписано, в частности, что, цитирую, «рождён без признаков жизни». Да. Имеет место и по проверке Росздравнадзора, и по результатам следствия две истории развития новорожденных. Одна – мертворожденный, где указано, что Ахмедов родился мертворожденным, а вторая – живорождённый, и где оказывались реанимационные мероприятия, но не в полном объёме. А почему существуют вот такие вот две противоречия друг другу? Потому что была оказана медицинская помощь с дефектами, несоответствующего качества. Доктора пытались скрыть. А кто внёс эти изменения? Каким образом появилось? Экспертиза доказала, что это доктор-акушер-гинеколог, которая вообще не принимала роды. Для меня сложилась такая картина, что просто следственные органы как бы прощупывают границу своей дозволенности. Вот такое у меня было ощущение. То есть давайте попробуем, а вот так мы сможем. Может, додальше куда-то, можно ещё. Мне многие говорят о том, что это дело во многом показательно тем, что неонатологи в этой стране поставлены в довольно сложные условия. Вам необходимо спасать детишек, которые находятся в так называемой средней серой зоне от 22 до 24 недель беременности. На Западе, как я понимаю, за рубежом во многих странах, им оказывается палеотивная помощь. Вы же, я так понимаю, обязаны их спасти. Да, по закону, по законодательству, да. Мы обязательно, не то что спасти, а оказать помощь им. Обязательно всё возможно. Вообще, даже юридическая защита врачей в Европе, в западных странах, она другая, чем в Российской Федерации. Я не думаю, что да, просто сейчас, как вот ракурс света, попал на неонатологию. Но такие проблемы, я думаю, что есть и в других специальностях. Дело калининградских врачей настораживает российских неонатологов. Они считают, что суд создаёт прецедент быстрой расправы над врачами без объективной оценки их деятельности. Николай Володин, академик РАН, врач-неонатолог, стал автором открытого письма в поддержку Елены Сушкевич и Елены Белой. Выступает прокурор, государственный обвинитель. И начинает давать оценку действия врачам, которые находятся, которые ещё не имеют обвинения. Они ещё не в статусе обвиняемых, но обвинения ещё нет. Она даёт заключение и подтверждает своё мнение цитатой Геринга. «Убивайте, убивайте, убивайте, я за это всё отвечаю». Судья его остановил. Остановил, подозвал, сказал, что это недопустимо, говорит такие вещи. А потом обратился к присяжным. «Прошу вас не учитывать эти слова». Два года мы держим в заперти высококлассного специалиста, когда не хватает людей, которые владеют искусственной интубацией, искусственной вентиляцией, при этом свирепствующим ковиде. Вот моя группа, которая была в училище, вот с одной девочкой мы до сих пор, она тоже знает, что переживала, в Беларуси мы с ней до сих пор общаемся. Вот у нас была государственная практика, обратите внимание. Я тогда решила, что я точно поступлю в университет и буду в роддоме работать. Вердикт по этому делу выносила коллегия присяжных. Для Калининградского областного суда редкий случай. Интересно, что все девять присяжных – женщины, лишь один запасной присяжный – мужчина. И надо было видеть, какие эмоции играли у них на глазах, когда они слушали гособвинителя и адвоката Ахмедовой. Ну, все эти фразы о врачах-убийцах. В конце концов, вина Сушкевича и Белой оказались в руках восьмерых присяжных. Лишь трое из них сочли обвинения доказанными. Доказано, что между 10-ти часами в 12 минут и 10-ти часами в 25 минут 6 ноября 2018 года новорожденному Ахмедову струйно через кубочный патент был введен лекарственный препарат магниосульфат. Ответ. Мир не доказан. Судимая деда Елена Валерина и Сушкевич, и мы свидетелями, объявляются о правде. Ой, ой, кто тут? Марк, привет! Почему этот вердикт, собственно, оправдательный? Потому что очень важную роль сыграл резонанс. Конкретно агрессивная массовая пропаганда ненависти к следователям, к судмедэкспертам, к свидетелям, которых обвинят в оговоре, в фабрикации дела, в том, что судмедэксперты вообще ничего не понимают. У нас, к сожалению, и существуют в обществе определенные недоверия и к судебной системе, да, и ко всем у нас сейчас в обществе достаточно серьезные недоверия, в том числе к экспертам. Все равно в чьих-то глазах, значит, им оправдаться не удастся. А что касается последствий, опять-таки, приговора, понимаете, но ведь, к сожалению, к сожалению, вот особенно громкие дела судебные иногда приводят к тому, что человек оказывается испачканным в такой грязи, от которой потом отмыться уже просто невозможно. Белый и Сушкевич повезло. Ровно два года тому назад Калужский областной суд рассматривал очень похожее дело. Там врачей тоже обвиняли в смерти новорожденного из-за нежелания портить статистику. Но, в отличие от Калининграда, там все же один педиатр получил два года колонии. Какое-то время Замирахон Ахмедова ходила на заседание суда, но в последнее время редко там появлялась. У нее сейчас другие заботы. Я так понял, что вы сейчас тоже беременна, да? Да. На каком месяце? Четвертый. Где собираетесь рожать? Здесь. Здесь? В Калининграде? Да. В каком роддоме? Пока не знаю. А не боитесь? Почему? Ну, после того, что произошло. Нет. Все докторы не такие. Там четвертый роддом, если я обращалась ко мне хорошо, только орала Белая и... Главврач. Главврач. Обращалась со мной как-то врагом. Честно говоря, первый раз увидела и стала я врагом. Что вы собираетесь делать дальше? Дальше? Прийти в себя и приступить к моей трудовой деятельности. Где? В четвертом родильном доме. Да, я собираюсь вернуться на работу ни сегодня, ни завтра, в ближайшие дни, потому что я скучала очень по работе. Мы очень рады. Ждем вас на работу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова